Всем привет, меня зовут Илья, сегодня по многочисленным просьбам разбираю соло короля группы Red Hot Chili Peppers, песня Coffee Shop, альбом One Hot Minute, всем уже известный. В этом нелегком деле мне сегодня поможет педаль Envelope Filter фирмы MXR, она же M82, которая довольно популярна у нас в СНГ. Посмотрим, что из этого получится. Данное соло я буду записывать только под барабаны, причем под довольно примитивные, прозрачные, для того, чтобы были видны все нюансы игры, для того, чтобы было сложнее замаскировать грязь, сложнее сыграть хорошо, чтобы было все видно. Потому что если бы я это сделал под плюс или под какие-то накладки, миллион, там, гитары, клавиши, что-то бы сделал, наворотил, то было бы легче замаскировать плохую игру. А нам это не надо, и мне самому это будет полезно. Субтитры сделал DimaTorzok Начнем с того, что король никогда не играл в сложных соло, и никогда не пытался придумать что-то не зря вон выходящее, сыграть то, что никто потом не может повторить. Но он на это и король, что ему не нужно что-то придумывать, все и так знают, ему не нужно что-то доказывать, он и так король. Но камень этих простых партий десятилетиями игры в Red Hot Chili Peppers годами оттачивался и гравировался в алмаз. И эти простые партии со временем у Фли, он их со временем отточил до такой степени, что они стали суперфермовыми, они стали суперузнаваемыми, они стали без всякой сложноты, без всяких технических наворотов, просто прекрасны. Начнем с самого начала. Сыграем первую фразу, разберем ее и поймем, какая здесь пульсация, какое ритмическое движение, которое будет пронизывать всю песню до конца. Сыграем медленно. Здесь Фли играет 16-е постоянно, нон-стопом, как мотор. Он играет это, и как многие делают, палец не вот так вот, не параллельно, а немножко под углом, потому что у него бас висит ниже пояса и гриф поднят, поэтому ему удобнее играть так. Но я буду играть по-своему, потому что мне так удобно. Но многие бас-гитаристы этого мира, они играют именно как Фли, но мне так неудобно. Первая фраза. Все на этом движении. Даже если ноты не извлекаются, мы постоянно держим вот этот ритмический скелет на основе 16-е. Восьмая плюс две 16-е или просто 16-е. Заполняем все пространство. В этой фразе очень много стакката. Когда мы извлекаем ноту, практически не извлекая ее, то есть совсем минимально, такая прям хост-нота, призрак, которую мы слегонца даем ей завестись, но сразу же глушим. Здесь это нота ре и нота соль. На грани практически. Звук только появляется, мы его отпускаем. Так как здесь тональность ми, а это очень удобный тонализ для бас-гитаристов и гитаристов, например, для игры соло, это удобно и можно играть ми как астинатную ноту. И вокруг нее уже... Вокруг нее мы наращиваем это мясо. Здесь то же самое. Вокруг это астинатный ми, Фли делает движения свои. Фраза номер два начинается с того же самого, что и первая фраза, но только идет продолжение вверх развития. Приходим ноту ля, можно ее сделать с вибрато чуть-чуть, раскачая. Все пространство заполняется мертвыми нотами, мертвый ми, мертвая ля. И дальше мы играем легато, ре мажор. Фраза номер три начинается с извлечения мизинцем ноты ми. Почему мизинцы? Потому что мы двигаемся потом вниз по грифу, играем вот здесь вот хаммер-пул. Вот такой вот пассаж. Это минор, но здесь у нас шестая повышенная. Это говорит о том, что это дорийский минор. Фли здесь использует такую тему с дорийским минором. Здесь самое сложное, это поменять позицию. Ровно, чтобы это не было каких-то дерганий, чтобы на записи это не было слышно. Это нужно потренироваться, так не получится сразу. Нужно вот именно этому моменту уделить внимание, посидеть и в медленном темпе. Следующая фраза. Сохраняя все тоже шестнадцатая пульсация, шестнадцатая движение, фли обыгрывает аккорд ми, раскачет его хаммером. Но при этом еще и с мертвыми нотами и с открытым ми. Все начинается с открытым ми. Играем медленно. Соль. Соль мы ее сразу извлекаем, сразу же глушим. Вот так вот. Когда мы сыграли третий раз хаммер, мы играем шестнадцатый. До диез ре. Хаммер. И играется тот момент сложный. Играется квинта, стакката. Практически форшлаг, но не форшлаг. Форшлаг, когда совсем быстро. Но здесь такой почти форшлаг, но играется квинтами. Указательный плюс средний. Вот так вот. Этот момент может вызвать проблему у людей, которых не развит, например, вот этот вот палец средний. В слэпе им редко когда цепляют, но иногда надо. Не то, что редко, но бывает. Многие, ну, многие редко цепляют. И здесь вот нужно. Квинта. Соль. Соль ре. Указательный и безымянный. Вот этот момент надо потренировать. Чтобы хорошо прочувствовать этот грув, эту пульсацию, можно поиграть такое упражнение, плюс еще и технический скилл подкачать. Все в том же движении, в движении песни. Стараемся играть рельефно. Стараемся где-то ноту сыграть, как это называется, больше хуманизации, больше человечности. Сделать так, чтобы ноты не были как компьютер, ровные. Где-то мертву посильнее, где-то побольше отпустить ноту, где-то поменьше. И вот это будет давать рельеф песни, динамику. Особенно с квакушкой это еще очень круто звучит. Дальше у нас вторая часть. Первая часть соло закончилась. И многие думают, что вторая часть играется пальцами. На самом деле, также она играется с лапом, только немножко характер меняется. Такое уже не то, чтобы кульминация, а такая часть соло, вторая. Также ми. Первая фраза. На записью ноту ми практически не слышно. И мне даже кажется, что он играет просто. Либо он ее играет, но вся вот эта обилие звуков смазывает, ее смазывают. И так как он ее извлекает совсем хост ноту, то она практически не слышно. Следующая фраза здесь начинается как и первая. По сути, это такой риф, который развивается постоянно. И меняются только филы, а основа остается. Также ми. Но здесь мы играем синкопу. Через минут две шестнадцатые. До диез синкопа и ре. Вот этот фил сам. Он играется очень стаккатно. Все прям на грани. На грани мьюта. Следующая фраза не такая простая. Здесь есть дабл стопы. Но начинается все так же. Играем медленно. В чем тут сложность сыграть дабл стопы? Здесь такой интервал играется, называется тритон. Почему тритон? Потому что тритоны между звуками. Это как квинта, только на полтона высокая нота поменьше. Мы сначала играем тритон. Вот так вот. Здесь пальцы лучше указательные и безымянные. Вот так вот. Потому что дальше у нас будет квинтом. Через открытый мей. Последняя фраза в этом соло, который мы завершаем, этот прекрасный праздник музыки, так же начинается, как и все и три предыдущие, нота ми. Разберем. Значит, все то же самое, только мы как только, как только мы извлекли соль вот эту. Играем слайд, ноты соль, на октаву выше и играем четверти. Далее. Идет бридж такой на ноте ми. Здесь фишка в том, в акцентах. В этом соло на самом деле нет ничего суперсложного. Там все приемы, которые есть в базе слэпа, все базовые приемы, которые разобраны даже в Пентхейме. Первые пять страниц Аппентхейма можно разобрать. Хаммеры, пулы, ну есть дабл стопы, окей, но их немного и они несложные. Даже триоли нет, нет никаких суперсложных технических моментов. Все в традиции, все в традиционной фли, Red Hot Chili Peppers такой манере, которая довольно у многих музыкантов присутствует. Тут нет ничего сложного. Вопрос выучить, вопрос понять вот это вот движение, понять вот этот характер, рельефность, потому что некоторые моменты сложно объяснить здесь. Некоторым невозможно объяснить. Это нужно играть, почувствовать, где посильнее дать, где послабее, где этот мертвые ноты превратить в хост ноты, где вот это все. Это сложно объяснить, это нужно играть. Это нужно практиковаться, играть, потому что теория не все объясняет, и есть моменты, которые невозможно даже в нотах записать. Что касается звучания, что касается звука этого соло, я считаю, что мне не удалось приблизиться к звуку фли, не удалось передать тот эффект, и эта педаль MXR не дает того самого звука, того самого вау-вау. Все-таки envelope filter это не совсем то же самое, что у вау-вау, это разные эффекты, хотя раньше я думал, что это похоже, но это похоже, но не одно и то же. И здесь мне не удалось. Но так как у меня было то, что было, я делал с тем, что есть. Поэтому вот так вот. Атмосфера общая передана, где-то что-то звучит похоже. Похоже передается вот эта вот фанковая атмосфера, но не совсем то, что я хотел. Я не стал разбирать полностью эту вещь, потому что она довольно несложная. Первая причина, она простая, кроме соло. Соло посложнее. Остальное довольно просто, довольно логично. Там нет ничего сложного. Любой может сыграть. Я не стал его разбирать, потому что по второй причине группа Red Hot Chili Peppers довольно изученная. Довольно сильно изученная группа. В интернете полно табов, любых песен. И соло, есть почти все соло, которые довольно хорошо сделаны в нотах. Почти любые партии фли можно найти, довольно хорошо сделанные, в отличие от многих других групп. Поэтому я не считаю нужным, что здесь нужно сделать какой-то акцент прямо на партии. Все это есть в интернете, в свободном доступе. Можно скачать гитаропрошные файлы с подробными табами все песни. Каждый, кто хочет, может сделать. Единственное, соло есть табы, но они немножко неточные. Я переделал, сделал более правильные. Можете в группе ВК зайти и скачать именно соло. Вот. Остальное все довольно доступно и можно самому найти. А на сегодня это все. Это последнее летнее видео. Дальше мы будем встречаться осенью. А сейчас спасибо, что посмотрели. Обязательно заходите в группу ВК. Там будут табы. Можете посмотреть, разобрать соло. Подписывайтесь также в группу и на ютубе. Следите за новостями. Всем любви, доброты и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...